Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Вечер добрый, в эфире программа «Трофей рыбалка». У микрофона Владимир Сметанин. Компанию мне по традиции составляет Василий Мамонов, эксперт компании «Расенал» на Комсомольской 8. Добрый вечер, Василий. Да, добрый вечер, друзья. Это не единственный гость сегодняшней нашей студии. Сегодня сразу же хочу заострить внимание. Очень важная тема касается всех, кто так или иначе относится к рыбалке, любит рыбачить, делает это на профессиональной или любительской основе. Мы неоднократно с Василием на протяжении последних передач затрагивали эту тему. Ай-яй-яй, говорили запрет. Мы практически в каждой передаче об этом говорим. Запрет вступил в силу. Ну, это у людей майские праздники, у рыбы нерест. Да. И мы рады приветствовать сегодня в нашей студии главного рыбинспектора нашего региона. Официально эта должность звучит как начальник отдела государственного контроля, надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыболовства по Кировской области. Прошу любить и жаловать Игорь Елпашев. Игорь Юрьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Ну, не первый раз уже в нашей студии. Мы накануне Нового года встречались. Да. И сегодня также у нас в гостях Сергей Давыдов, тоже рыболов. Добрый вечер. Добрый вечер. Итак, действительно нерест, постановление правительства издано соответствующее, да? Распоряжение, да. Да. Давайте, Игорь Юрьевич, начнем вот с таких вводных официальных данных. Упомянем, с какого по какое число действует запрет, что именно нельзя делать и какое наказание грозит за то, что люди будут игнорировать требования. Значит, ну, в настоящий момент, в соответствии с правилами рыболовства для Волско-Каспийского рыбохозяйственного бассейна, к которому относится и Кидорская область, у нас с распаления льда и по 10 июня наступил нерестовый период. В данный период, в соответствии с правилами опять же рыболовства, на территории Кидорской области запрещена всякая добыча водных биоресурсов всеми орудиями лова за исключением одной поплавочной ледонной удочки, не более двух крючков с берега и не вместо нереста, которые указаны в приложении 6 к данным правилам. Ну и, соответственно, наказание, да, наказание я сразу поясню. Если административное право нарушения, то наказание 2 до 5 тысяч рублей. Штраф. Штраф, да, административный. Если усматриваются признаки уголовно наказуемого деяния, то там штрафы очень большие. Ну и, соответственно, напомним нашим радиослушателям, что... Поясним, да, разницу между... Конечно. Где грань? Где грань, это, во-первых. Во-вторых, даже если вы ловите поплавочные ледонные удочки, и у вас все-таки там два крючка, но больше 5 килограмм, да, 5 килограмм в сутки на человека, ну, не нужно ловить. То есть за это тоже может быть там ая-яй-яй. Ну так где грань-то, Игорь Юрьевич, между административным и уголовным наказанием? Допустим, если их теологи признают орудие, изъятую сеть, допустим, да, орудие массового уничтожения водных биоресурсов, то в данный период за установку, просто за установку сетей, возбуждается уголовное дело. Угу. Любых сетей, любой там протяженности, любого строения, не знаю. Это уже заключение. Это уже заключение. Заключение. Профессиональных ученых, да, и последствий. Ну да. Людей занимаются этим. Угу. Есть ли уже факты, вот на протяжении последних нескольких дней, выходы, возможно, на людей, которые нарушают запрет? Нет, ну, задержания были, но уголовных дел пока нет. Вот в этом году мы имеем в виду, да? Вот же как, вот этой весной? Вот на этой неделе. Ну, а можем немножко картина, красок добавить? Где именно? В Котельническом районе. В Котельническом районе. Да. Сети ставили, по-просто говоря. Сети ставили, да. Были задержаны. Кто-то просто плыл с сетями. Это тоже запрещено. А, плыл с сетями, я надеюсь. Ну, там, на плав-средстве он, да? Ну, конечно. Конечно, там же статья 16.3, пункт, вернее, 16.3, правил рыболовства, он звучит как гражданам запрещается иметь... На борту судна, запрещенное орудие лова. Либо ВБР, добыча которых в данный период времени и в данном месте запрещена. На что интересно знать, надеются эти люди, которые вот так, в открытую, на лодке плывут с сетями, думают, что пронесет, и их не заметят и так далее. Как они оправдываются потом? А может, они только на авось, на наш русский, может, еще на что-нибудь. Они не оправдываются. Не оправдываются. Когда попадаются задержаны с паническим, они не оправдываются. У нас вот тогда сейчас вопрос уже, да? Мы, наверное, расскажем о том, почему вот мы сегодня здесь собрались. У нас ситуация, на самом деле, в регионе, она не из самых лучших. Печальная. Печальная. Рек у нас не так и много. По браконьерству мы имеем. Ну, вообще, да. Реки у нас не настолько большие, к сожалению, уже не настолько рыбные. И вот любое браконьерство, любой факт браконьерства, там, маленькая сетка, большая сетка, не знаю, там, экраны, чего угодно, оно очень губительно влияет на вот нашу ихтиофауну, которая у нас есть. Ну, это действительно так. Игорь Юрьевич, как профессионал, я думаю, не будет спорить. Десятилетний период взять, там, в 10 лет назад реально рыбы было больше. Ну, вот я вот просто как рыболов-любитель могу сказать, что вот реально больше. А если мы будем, там, говорит, 15, там, 20, 30 лет назад в разы, просто несравнимо. То есть сейчас действительно это вот такой, ну, бич современного общества, да, вот это браконьеры, я считаю, что это люди, которые там просто не думают ни о себе, ни о детях своих, там, ни о внуках и ни о чем. То есть убивается все на корню. Вот. И, к сожалению, ситуация у нас такая, что, если мне память, вот не изменяет, всего 6 рыбинспекторов, 6 на нашу Кировскую область. То есть это количество не меняется за последнее время. То есть вот представьте, да. Больше не становится. Представьте, в нашем достаточно большую область, да, там, реки есть у нас, озера есть, пруды, и все оставшиеся всего 6 человек. Вот из этого у меня вытекает вопрос. Вот как вы считаете, достаточно этого количества? Могут они контролировать адекватно и вменяемо? Ответ, я думаю, конечно, Василий, очевиден. Ну, я, для примера, да. Я просто хочу услышать этот ответ, на самом деле, и уже дальше мы перейдем к тому, собственно, из-за чего мы здесь собрались. Нет, я просто поясню, да, чтобы было понятно. То есть штатная численность Дыбахраны в советские времена Геокидовской области составляла 89 единиц. Я представляю, да. А сейчас у нас 10 человек и 6 инспекторов. Да, 6 инспекторов. 89, это так прикидывать, это в среднем по 2 на район. Да, там было другое строение Дыбахраны. То есть сейчас у нас, скажем, в Вятских полянах, в Малмыже, в Лебяжье, в Котельниче, по одному инспектору. А раньше в Кирове было управление, а там находились межрайонные инспекции до 10 человек, которые обслуживали по несколько ближе лежащих районов. А сейчас у нас получается, то есть если протяженность реки рядка 1380 километров, мы делим на 6. Ну, мы получаем ничтожное. То есть наша задача хотя бы сохранить особо ценные виды, ценные, то есть это река Вятка. То есть на них, на каждого по 200 километров реки Вятка. И 590 километров реки Кама. Ну, да, соответственно, у нас не все хорошо там и на самом деле с финансированием инспекторов. У нас вечно не хватает там бензина какая-то, нехватка, ну, по крайней мере, вот из разговоров. Времени, сил, рук. Времени, сил, рук. Поэтому, поэтому, у нас вот, к сожалению, официального общества, вот такого сообщества антибрак официально зарегистрировано в Кирове нет. Но, тем не менее, есть неравнодушные граждане. Вот этот термин, он сам, это российское какое-то явление, да? Ну, на самом деле, ну, антибрак, это вот просто по всей России, это общество неравнодушных людей, которые собираются. Это, простите, как СтопХам, например. Да, совершенно верно. То есть, российская общественная организация юридически, это правильно, да? Да, то есть, и, соответственно, вот есть неравнодушные люди, которые готовы помогать там финансово, время свое тратить, там, лодки предоставлять, там, все-все-все, что угодно, для того, чтобы вот этим шести инспекторам-то жилось немножко легче, чтобы они могли вздохнуть, да, чтобы там действительно приезжали, там, и все вот это делали. Помимо вздохнуть, хотя бы работу, там, много больше сделано. Есть распоряжение правительства Кировской области, номер 95, пункт 2, вот такое вот, вот, поясните, пожалуйста, там конкретно о взаимодействии, вот, есть речь вот в этом, да, о том, что, там, силовые структуры, да, там, полиция, там, кто угодно, то есть, теоретически у нас сейчас даже полиция, то есть, вот я вижу, сеть ставят, я могу позвонить в полицию, мне не обязательно звонить рыбинспектору. И полиция должна отреагировать, приехать, там, и все оставшееся, да, то есть, у нас, соответственно, должно быть взаимодействие, взаимодействие, вот, со стороны рыбоохраны, какое взаимодействие, вот, оно вообще существует, вот, с такими организациями или нет, вот, с такими гражданами, которые могут приходить, прийти, вот, что мне нужно сделать для того, чтобы вам помочь, то есть, я должен прийти и сказать, вот, я, там, Василий Александрович Мамонов, хочу, не знаю, там, поехать с вами в рейд. Как это все должно быть? Подожди, давай по порядку, да, Игорь Юрьевич, давайте начнем с вашего опыта взаимодействия, да, значит, с общественными активистами, с правоохранительными органами. Да, да, по опыту взаимодействия, значит, взаимодействие осуществляется у нас очень просто, составляется ежегодный план на период недеста с природоохранными органами и с органами внутренних дел, где в райотделах создаются группы, да, то есть, там, есть ответственный сотрудник, который отвечает за проведение рейдов в период недеста, да, то есть, мы знаем этих сотрудников. Сейчас график уже этот составлен, уже, да? Он делается, как бы, заранее, уже все это есть. Он в действии уже, в районные отделы МВД уже разусловно это все? Все это есть один план в МВД по Кириллской области, второй у нас. Также точно привлекались раньше охотоведы, да, когда они входили в Министерство охраны и окружающие следы, сейчас они в лесном хозяйстве, но точно так же они привлекаются, особенно в период, когда у них начинается сезон охоты, да, то есть, на дичь. Он идет до середины мая, то есть, они точно так же по водным объектам, наблюдая за правилами охоты, выявляют и драконьеры. Насколько интенсивно эти рейды проводятся вот сейчас? Ну, во-первых, они часто, наши сотрудники, чисто наши, да, они постоянно на реке. Постоянно? Постоянно. То есть, у них рабочий день, утром выехали и вечером... Это, ну, во-первых, они планируют сами, да, в зависимости от обстановки. Они могут выехать либо днем, либо могут ночью, до обеда отдохнуть и снова зайдем. Игорь Юрьевич, сейчас речь идет именно о шести инспекторах, да, которые у нас есть? Именно эти люди. Конечно. Они самостоятельно составляют, да, свой график, вот, то есть, сегодня я инспектирую эту местность? Работы, да, они составляют самостоятельно, да, график работы. А места, куда они должны выехать, они составляются нами, на основании рейдового задания, которое я подписываю, они выезжают. То есть, с Кирова я могу послать в Уджом, да, там нет инспектора, и там его не ждут. Если в Кирове, более-менее спокойно. В Уджом, там, например, вы напишите, там, проверить Буйский перевоз, не знаю, район Цепочкин или что там. Все, что угодно. Хорошо, что касается вопроса Василия по поводу, да, вот я хочу взаимодействовать, я хочу присоединиться, могу ли я, да. Ну, вот душа, вот у меня болезнь. У меня есть лодка, у меня есть финансы, у меня есть бензин, у меня есть время. Нет, здесь дело в чем, я поясняю. Во-первых, инспектора, инспектора, они привлекают граждан, которые изъявили согласие, в качестве свидетелей, понятых, да. То есть он, когда выезжает на реку ночью один, да, там, с ним обязательно два человека, которых он привлекает, либо как свидетелей, либо как понятых, в зависимости от обстоятельств. Ну, там, для составления бумаг в дальнейшем, да, если будет обнаружено, да. Да, такого, да, там, все прочее изъятие, там, ну, там, случай очень разозвищен. Ну, просто так, то есть я не могу, соответственно, из ваших слов я могу, ну, грубо говоря, подытожить то, что, если я, например, да, вот хочу вам помочь, и если я поеду, грубо говоря, там, с инспектором и буду сам снимать сети, я буду действовать вне закона. Вне закона. Вне закона, отлично. Ну, у нас, к сожалению, Россия вот такие... Чьи сети снимать? Ну, я поеду, я поеду снимать любые сети, ну, вот тут вижу, и все. Это действие незаконное. У нас, Игорь Юрьевич, если помните, три года назад. Сергей Давыдов. Вопрос тогда, в чем вообще движение-то, антибрак? Вот по всей стране все ездят, снимают, а что происходит-то тогда? То есть вся страна у нас живет вне закона, что ли? Нет. Ну, как? Ну, действие, конечно, незаконное. Ну, понимаете, вы соглашаетесь с тем, что шесть инспекторов не смогут проконтролировать это все, да, и в то же время отказываетесь от помощи? Нет, я бы первый хочу пояснить один маленький момент. Даже шесть инспекторов, даже шесть инспекторов, они могут снять все сети, не вылавливая браконьеров. Подцепили кошку, проехали, собрали. А, вот, то есть могут снять все сети. Конечно, они же сидят, ждут, им нужен человек, браконьер. И они его и ждут, и для того, чтобы кошкой проехаться снять сети. А я считаю, что в первую очередь рыбинспектор должен проехаться кошкой и снять все сети. Нет. А потом, понимаете, вот эта вот статистика, что вот мне нужен человек, чтобы написать протокол, но мы в первую очередь занимаемся охраной рыбы. Да, а это наша задача. Мы охраняем нас отделы, охраны. А то, что нам ловить вот этого там браконьера, который сидит, спрятался в кустах, ну, блин. Я предлагаю разделение полномочий. Рыбинспектор едет с кошкой, как трейлер. А полицейский уже ловит. А полиция уже там где-то, да, на подмоге. Да, и Сергей вот начал как раз говорить, да, там, три года. Ну да, вот три года назад я к вам приезжал, помните, наверное, да, был у нас диалог достаточно долгий, в районе часа, наверное, времени это все заняло. Вы звонили одному из инспекторов, да, и говорили, вот пришел такой-то, такой-то, вот хочет помочь. В итоге, как я помню, чем у нас это все закончилось, по взаимодействию, по сотрудничеству, ну, никак не смогли. Вот, после чего я съездил в полицию. А полиция, между прочим, имеет... Это три года назад, да, было? Да, полиция, насколько понимаю, имеет точно такие же полномочия, вот сейчас вне арестовый запрет, как и господа рыбинспекторы. Ну да, полиция может осуществлять. Полиция может осуществлять, да. Административные бумаги оформить, да. Ну, я поехал в городскую нашу полицию, к одному из начальников, так скажем, не будем говорить, кому пока. На что, буквально 10-12 минут встречи, на что мне было сказано, ну, Сергей, если нужна помощь, мы, конечно же, поможем. То есть вопросов нет. После чего просто мы по звонку, я пишу письмо определенно, мне выделяют сотрудники, 2, 3, 4 человека, без разницы, выходной день, будний день, ночью мы поедем, днем мы поедем, на день мы поедем или на два дня мы поедем. Вопросов нет, никогда их и не было. То есть полиция адекватно, да, наша городская кировская полиция адекватно выделяет сотрудников. Вопросов никаких нет. Эти выезды-то были в итоге? Да, конечно, конечно. Куда? Я сейчас не помню. Выезды на реку нам выделяли. Нет, я просто не помню. Игорь Ильич, поближе, пожалуйста. Я просто не помню, о чем тогда разговор шел. Разговор шел о том, нет, я к вам приехал, Новоросского к вам приехал в кабинет. Нет, я все понял, нет, сотрудники у меня же как бы в районах находятся. Я понимаю, я понимаю. То есть почему тогда, допустим, не получился выезд с отлетником, когда все газеты, все корреспонденты всегда с ним выезжают? Я вам напомню, Игорь Ильич, если вы забыли, вы позвонили одному из своих подчиненных инспекторов. Нет, какой район, мы о каком районе, в Киевятке говорили? Разрешите, я договорю, на что он вам ответил, что нет, мне не нужны активисты. И вы мне это же сказали. Я это прекрасно помню. А это прям было слышно, что он сказал? Ну, Игорь Ильич так пояснил. Я все понял. То есть не нужны. У него было достаточно внештатников. А кто такие внештатники? Внештатные инспектора, которые по заявлению приказом среди Волоского теруправления... Это именно внештатные инспекторы, а не общественные какие-то активисты и помощники, да? Нет. То есть они наделены определенными полномочиями? Никакими, только с инспектором. И только сообщить в органы, милиции, допустим, он пришел, показал удостоверение. Сергей, а как такой путь пробить через управление? Ну, это на самом деле... Во-первых, мы только за, нам надо этот путь было подсказать. Сейчас мы его услышали за. Я сейчас объясню. Понимаете, вот опять же, да? В старые времена, как мы говорим, да? Тогда по закону начальник рыбоохраны, начальник рыбоохраны, имел право назначать, давать полномочия, скажем, младшим инспекторам права инспекторов, а внештатникам права младших инспекторов. Если вы помните, была такая Волошинская дружина. Да. Да, которая имела право задерживать, составлять протоколы, доставлять в органы милиции. Но они за лесами следили, за водоемами и так далее. Да. То есть, такими полномочиями начальник рыбоохраны мог своим приказом их наделять. И все это было законно. Когда изменился административный кодекс, все это убрали. И сейчас даже внештатные инспекторы, даже госинспектор охоты охраны, он тоже не имеет права составлять на браконьера протокол. Он может только написать мне сообщение. А поясните, пожалуйста, как внештатным инспектором стать? И какие требования к ним? Требования такие же, как к рыбинспектору. Это фактически наш резерв кадровый, который постоянно работает с инспектором. Как стать? Заявление, ну понятно, заявление нужно от человека, желание. Нет, сначала нужно, чтобы рыбинспектор узнал, что это честный рыбак. А-а-а. Ну, надо, чтобы рыбинспектор захотел. Действительно человек, который никогда не нарушал. Да? Вот так вот. Хорошо, задам следующий вопрос. У меня их на самом деле... Подожди, Василий, я немножко... Все-таки некий инструмент, он есть. Но приближенные люди, как я понимаю, взаимодействуют. Да, там уже другой вопрос, он более долгий, там, вот широкий круг людей не сможет этого сделать. А нам надо все-таки массовость. То есть я считаю, что на реку нужно выезжать там 100 человек, 200 человек. Вот тогда будет какой-то эффект. Неравнодушность. Дальше, да. Вопрос следующий. Ведется ли статистика выявленных нарушений правил рыболовства и браконьерства конкретными сотрудниками? Ну, вот есть у вас 6 инспекторов. Вот сколько там конкретный сотрудник составил протоколов, сколько он там снял сетей, сколько он там поймал браконьеров. Обязательно. Как ведется? В Пальновку. Очень просто. Отлично. Сколько таких нарушений выявлено именно по Петровской старице в этом году? По Петровской старице в этом году выявлено. Сейчас точно не скажу, поскольку мы сейчас ничего не вели, а? Плюс-минус. Ну, может быть, не обязательно в этом году. Нет, вот меня конкретно вот по этому году. У нас вопрос именно, да. Вот сколько в этом году конкретно выявлено. Поясните, пожалуйста, тем, кто далек, возможно, Петровская старица у нас находится в Юриянске районе. Юриянский район, одно из популярнейших мест для рыбалки и одно, наверное, из самых таких важных нерестилищ в том районе. Там реально очень много рыбы нерестиц туда заходит, потому что там все условия для этого есть. Я думаю, что после схода льда, распаления, да, там не более трех, вот на настоящее время. Не более трех? Не более трех. Не более трех. А знаете ли вы, вот следующий вопрос тогда у меня, я, конечно, не могу утверждать, что эти люди там занимаются незаконным ловом, но, тем не менее, вопрос у меня звучит вот так, я его зачитаю. Еще раз повторюсь, что это не мое высказывание. Знаете ли вы о бригаде браконьеров на Петровской старице? Какие меры предпринимаете для этого? То есть о том, что у них там есть база, стоят домики. Вот, кстати, насколько законны эти строения? Ну, вопрос, наверное, не вам. Законное строение. Эта база, она существовала еще в советские времена. Ее не сейчас построили. Вот, а о том, что там развешены сети на кустах, о том, что у них там сети эти постоянно сушатся, о том, что там постоянно находятся люди и перебирают эти сети. Да, и мы их задерживаем. Знаете об этом, да? Слушайте, я вообще первый слышу об этом. То есть мы говорим об участке реки, где есть настоящее браконьерское логово из Муниса. Да, совершенно верно. Все это видят. Все это видят, все это знают, но, тем не менее, это происходит вот каждый день. Сети перебираются, вешаются, сушатся, выставляются. Все без проблем. Так кто-нибудь сообщал в милиции? Да. Это уголовное. По-моему, у нас такой вопрос есть. Дальше, известно ли вам о том, что за последние три года инспектор, который контролирует данный район, ни разу не отреагировал на телефонное сообщение о браконьерах и о том, что там стоят сети от участников программы «Антибрак». Ни разу. Ну, конечно, есть. Мы, к сожалению, с собой не взяли. Мы потрудились немножко и взяли телефонные выписки с номеров, которого звонили за последние три года. Ну, благо сейчас сделать это достаточно просто. Операторы сотовой связи предоставляют такую информацию без проблем. Соответственно, на номер рыбинспектора? Это был мобильный телефон, который, причем, указывается... Ну, он не секрет. То есть этот номер есть. И у каждого там допропорядочного рыболова номер телефона сотрудника рыбинспектора, который там находится на какой-то там территории, ее контролирует, есть. У меня есть, например, этот номер телефона. За последние три года ни разу он не отреагировал. Но есть уточнение следующее. Как только на подопечной ему территории появляется лодка движения «Антибрак», инспектор прилетает сразу. Вот в 100% случаев. И несмотря на то, что в лодке находятся сотрудники полиции, рейд проводится совместно с ними, да, есть все документы, значит, есть путевой лист, там находятся сотрудники с табельным оружием в лодке, да, он прилетает туда и срывает вот этот вот рейд. То есть запрещает проводить какие-либо меры вот на этом конкретно участке реки. Немножечко еще добавлю, Василий. Сергей. Помимо того, что он прилетает, действительно, на самом деле, очень быстро, он еще... Я так понимаю, Сергей непосредственно участник этих событий. Да, совершенно верно. Он подлетает, так скажем, тараня практически лодку, не то, что прям вообще врезаясь в нее, но очень небрежно и неаккуратно. Вот, что лодка аж закачалась, по идее, я мог бы выпасть из этой лодки. То есть была такая ситуация, я мог бы выпасть из такой скорости, как он подлетел. Но вы в жилетах были по правилам? Ну, естественно, конечно, в жилетах, права на лодку, все, естественно, это и есть документы. Вот, ну и вот, что я хотел добавить. То есть даже такой момент... Вот, давайте я не буду перейогивать факты. Нет, я все объясню. Смотрите, если вам известно, да, об этом следующий вопрос мне задает. Если вам известно, то какие инструкции он получает? Если нет, то согласно каких инструкций он действует? То есть у него должны быть инструкции. Вот подождите, я хочу небольшую реплику. Мне очень бы не хотелось, мы здесь все равны, да, в студии. Мы очень не хотелось, чтобы Игорь Юрьевич находился в роли такого оправдывающегося. Хотелось бы, чтобы объективно рассмотрели мы, да, все-таки, со всех сторон. Да, конечно. Мы только за этим и пришли, поэтому мы и задаем вопросы. А я сразу поясню. Я, к сожалению, до инспектора дозвониться не могу. Ну, не могу. Игорь Юрьевич, ну вот... Значит, я поясняю, а тут ничего сложного нет. Да, вы слышали, что претензии есть к инспектору. Вот и от последних вещей, о которых мы не говорим, да? Ну, да, 25-го, 04-го, 19-го. Подождите, на каком основании, если с 18-го апреля, с 18-го апреля распоряжением правительства Кировской области запрещено всякое движение на моторных лодках по реке Вятка, да? На каком основании 6 лодок в 3-х часов ночи начинают отречь порта Кировского, чуть не до Великой, ехать где? Кстати, вы опять перейдёте, говорите. Карпов там оказался, он был с транспортной полицией. Чья это территория? Чего мы об этом не говорим? Я не в Гольцах. Я еще раз говорю, я задаю вопросы, которые мне написали. Не мало ли, что они написали, я отвечаю. Они находились в Гольцах, пожалуй, жители этих Гольцей, что там браконьеры. А когда с Кирова в нарушении всяких законов и распоряжения правительства и правил рыболовства 6 лодок на моторах от Кирова и с речи порта летят в ту сторону, вы извините, это какое соблюдение закона? Сергей, а ваших лодок передречь? Даже рыб охрана, подождите. 6 лодок. Рыб охрана никогда больше двух лодок не плавает. И идут тихонько, очень тихонько. Ведь Карпов к ним подплыл, они ведь не слышали, когда он подплыл. А этих слышно было на всю реку, от Кирова до Котельнича. Поэтому мы о чем тут говорим? Какой антибрак? Потом, там же у меня видеосъемка есть. Вы извините, здесь сидят сотрудники милиции, на заднем плане лодка, и совсем непонятно, то ли она сети вдруг достает из-за реки, то ли они сами ловят сетью у сотрудников полиции. Сегодня они приходили, я положил досмотрение, там привлекли владельца лодки. Вы извините? Я не в курсе, там кого... Так вот, я объясняю, я просто объясняю. Я просто сейчас хочу задать... Вот вы задали, я сейчас объясню. Когда Карпов подплыл, в лодке находилось 4 сети, 3 метра высоты, 3 метра в длину. И сотрудники полиции с стабильным оружием. И никаких документов. А какие должны быть документы? А какие должны быть? У сотрудников полиции на сети должен быть досмотр, где они, потому что это уголовное преступление. Нашли на берегу. А хоть где? Нашли на берегу. Понимаете, это с их слов. Ну? Это с их слов. Осмотр они делали? Они нашли их на берегу. И везли, чтобы утилизировать. Вот и все. Давайте не хором. Подождите. Задержаны они были на территории Артемьевского района года до Кирова, а не Юрьянского района. Это раз. Хорошо. Почему? Подождите. Можно я сейчас поясню? Нет, давайте. Можно я сейчас поясню просто для наших слушателей? В план наряде, который выписывают в полиции, да, к сожалению, не прописано районность или еще что-либо. Там написано следующее. Юрьянский район там написано. Там написано, что река Вятка. Нет. Юрьянский район. Для полиции. Понимаете? Вот тогда у меня вопрос. У меня копия этого. Я понимаю. Я его сегодня тоже видел. Здесь вопрос тогда встает в следующем. Вопрос встает в следующем. Как вот у меня здесь написано. А, вот. Как получилось так, что сообщество людей под названием «Антибрак», борющееся с браконьерством, стало врагом номер один рыбинспекторов? Оно не стало для нас. Да, мне кажется, когда-то сгущаем уже к разу. Нет, на самом деле так. Но просто ситуация здесь для тех, кто нас сейчас слушает. Следующая. Была остановлена... Был остановлен рейд. Да никакой рейд там остановлен нет. Они согласованы с полицией, да. На борту плавсредства, которые остановил рыбинспектор, находились сотрудники полиции. Они были с табельным оружием. Да, рыбинспектор им вменяет что? Вменяет то, что у них на борту находятся сети, и они ими ловили. Ну, то есть, фактически говорит, что он является браконьером. Мы сейчас сами сказали, что там фото, видео, на котором непонятно достают или ставят сети. Я прошу прощать, давайте мы все-таки по очереди будем, да, каждую свою позицию. Но сейчас мы сделаем небольшую рекламную паузу, после которой продолжим. Рекламно-информационная программа. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка». Продолжается программа «Трофей и рыбалка». Такая горячая у нас сегодня тема. Василий Мамонов, эксперт компании «Арсенал», Сергей Давыдов, «Рыбалов», участник непосредственно тех событий, о которых мы сегодня говорим. Игорь Елупашев, начальник отдела государственного контроля надзора и охраны водных биологических ресурсов Средневолжского территориального управления Росрыбаловства по Кировской области. Давайте все-таки вот сейчас каждый по отдельности, чтобы не было гвалта, шума. Мы говорим о событиях 25-го числа. Мы говорим о событиях 25-го, 04-го, 19-го. А вот сейчас я, наверное, такой обобщающий вопрос просто задам. Если, соответственно, известно о том, что там есть у нас определенная база, на которой не совсем честные рыболовы готовят сети к постановке, перебирают их или еще что-то. То есть об этом все знают, и за этот год, ну вот за этот сезон, который у нас начался с распаления льда, всего не более трех. Вот я честно скажу, ребята антибрак съездили, они сняли где-то порядка, я не знаю, двух-трех километров сетей. У меня тогда резонный вопрос, а чем занимается сотрудник, у которого в подчинении находится вот этот вот, участок вот этой реки, если всего три протокола? Там за день можно 33 сделать. А почему тогда они не сделали 33 протокола? Кто? Те, кто снимал сети. Мы не имеем права делать, мы как антибрак предоставляем лодку. Нет, вы задержали браконьеров? Стоп. Хотя бы одного подождите. Я еще раз говорю, мы предоставляем лодку, предоставляем время свое и бензин, а сотрудники полиции имеют право задерживать и еще что-либо. То есть мы просто им помогаем. Игорь Юрьевич, если вы клоните к тому, что чистим просто реки, либо мы задержим браконьеров, я могу сказать, что и засады у нас бывают, и мы работаем и в Чепецком районе, и не только там на Петровку ездить и так далее. Если вы задержали браконьеров на 12 лодках, скажите хоть я об этом материале. Мы не имеем права задерживаться. А тогда зачем релики нужны? Мы чистим реку от сетей. От сетей можно зачистить и в нашем присутствии. Давайте в вашем присутствии будем чистить. А зачем нам столько лодок? Сейчас записано движение на моторных лодках. Не вопрос. Граждане жалуются. Я еще раз говорю. Граждане постоянно жалуются. Я вот знаю, откуда... Почему 12 лодок ездит на реке? Там, во-первых, было не 12 лодок. Хорошо, давайте соберемся двумя лодками. Давайте двумя соберемся поедем. Подождите, я со стороны слушателей сейчас, да, опять же, я давно уже поймал себя на мысли, что вот антибрак, антибрак у нас это слово несколько раз прозвучало. Все-таки давайте я, Сергей, попрошу поподробнее рассказать, чтобы у слушателей тоже представление сложилось, что собой представляет это движение, на каких основаниях они выходят, да, как привлекают сотрудников полиции. Я услышал, вот тебя услышал. Вот хотя бы пару минут, чтобы погрузить нас в эту тему. Лично я 4 года назад начал этим заниматься, то есть получилось так, что есть у нас, ну, близкие мне, так скажем, люди, да, другие же рыбаки, с которыми мы каждый год знакомимся, знакомимся, мы же тоже время проводим на реке, на рыбалке, и, ладно, нерест, это все понятно, но помимо нереста, все равно сети постоянно стоят на реке. Ну, постоянно. Я это вижу с плавом, когда хожу по реке, я это вижу, я наблюдаю, я сеть всегда выдергиваю. Если, ну, понятно, никто не признает, что она его. Соответственно, как многие говорят, там, вы воруете, там, чужие сети, ну, это бред. Ну, хоть бы одно заявление было, что вот, мы сеть украли. Ну, конечно, все знают. Такие заявления, ну, опять же, сообщества, да, заинтересованных людей, которые хотят, чтобы река была чистая от сетей, чтобы рыба нормально размножалась. Все верно. Помимо этого, есть такие же неравнодушные люди, которые, к сожалению, не могут принять участие, но они помогают нам либо финансово, либо они помогают нам именно бензином. То есть, лодку надо заправить, машину надо заправить, мы можем рядом с городом быть, мы можем за 100 километров от города уехать. То есть, 4 лодки надо заправить, лодки разные, разный расход топлива, разные километражи проходим. Бывает, что полный бак заправляем утром, к обеду бак уже пустой, либо еще раньше. Нам необходима дозаправка. То есть, и в плане задержаний, то что, ну, задержания были, действительно были, я не буду сейчас перечислять, где и какие, но они были. А сотрудники полиции у вас как? Они в свободное от работы времени? По-разному. По-разному. Вот здесь, на самом деле, по-разному. Они на работе? Они находятся на работе, и в майские праздники в прошлом году были, и задержания были, ночью выезжали, и ночевали на реке тоже было. А полицейские, это вот те ответственные люди, которые назначаются на местах? Да, да, да. Каждый отдел решает его выделить. Как правило, это кто? В райотделы. Нет, в райотделе. Это участковые, постовые. Участковые, начальники. Уголовный розыск хорошо с нами сотрудничает. Они как раз в рейде, ну, общественников можно вас называть, да, общественники. Они как раз для того, чтобы иметь возможность составить бумаги. Ну, чтобы все было законно. Да, бумаги. То есть мы... С оружием причем. Конечно, конечно. Бывают автоматы, бывают табельные пистолеты. По-разному, смотря куда мы едем, кого мы выделяют. Ну, так вот из услышанного ранее я делаю вывод, что на вас все равно распространяется вот этот запрет на передвижение. Конечно. Он распространяется на всех. Это распространяется на правительство. На всех, кроме рыбинспекторов? Да. Потому что мы осуществляем король. А рыбинспектор по какому документу осуществляет? Подписано на мой рейдовое задание. Отлично. А если точно так же я прихожу в отдел полиции и говорю, вот я хочу провести рейд, я ответственный гражданин, полицейские имеют точно такие же права, как у вас. Он, соответственно, нам выделяют, грубо говоря, бумагу, выделяют сотрудников, мы определяем район, мы садимся и едем. Слушайте, на мой взгляд... А чем? На мой взгляд, я прекрасно... Я разделяю ваше желание помогать все-таки в охране. Но получается, как обычно бывает правовая коллизия, что ли? Вы хотите помогать, но у вас нет поддак. Нет под этим никакой законодательной базы. Да, самое, что интересно, я хочу сказать, что вот это движение антибрака, оно не только в нашем регионе, но оно по всей стране проходит. У меня есть хорошие знакомые, друзья из других регионов. Когда я им звоню и спрашиваю, ребята, вот как вообще у вас-то это все происходит? То есть Волгоградская область, Ростов, не так давно там разговаривал. Так скажем, мягко говоря, более рыбные регионы. Ну да, вот я спрашиваю вообще, говорю, а как у вас это все происходит? Они говорят, ну вот мы приходим и говорим, вот мы вот такие-то, такие-то, хотим помогать. Все, мы, говорит, не упираемся ни в какие ворота, нам дают зеленый свет, мы реально, говорит, ходим там день через день и снимаем просто кучу сетей. Просто у них немножко другое, возможно, в тех регионах, не знаю, там, задача немножко другая. Я считаю, и вот моя-то задача тоже, на самом деле, я понимаю, что хорошо там задержать браконьера, составить на него протокол, но в первую очередь я хочу очистить свою реку от тех вот сетей, которые там стоят. Я могу день сидеть в засаде и поймать одного человека, а могу за день снять 200, 300, там, 400 сетей. И это реально там просто, вы не представляете, вы не были ни разу на реке, возможно, там, да, слушатели. Это были, конечно. Слышат нас, вот, что там творится. То есть рыбе реально, ей не то, что там выжить, отнереститься там или еще что-то, ну, это просто невозможно. Когда с участка там в 500 метров можно снять там полтора километра сетей, это о чем-то говорит. И, к сожалению, такая ситуация у нас на реке, ну, в очень многих местах, не только там на этой вот злосчастной Петровской старице, таких стариц очень много. И, к сожалению, там вот такая штука происходит. Я могу там перечислить, там, и Чингалии, и все оставшиеся, но там то же самое. Да, Саша, позвони. И сотрудников-то у нас мало, всего шесть человек. И не успеваем-то мы нигде, и бензин нам не дают, и помочь-то нам нельзя. Вот как-то странно. Можно я вернусь к тому моменту, озвученному Василием, ну, так скажем, претензии в адрес инспектора? Вы согласны с ними, не согласны? Нет, я... Что он не реагирует? Нет, ну, конечно, вы сейчас на обращение. Нет, во-первых, если разговор идет ему на сотовый, он мне не докладывает. Я не знаю, реагирует он или не реагирует. Когда я его посылаю, он реагирует. Когда вы начальник непосредственный. И мне звонят, вот я могу сказать, 25-го, мне в 6 утра позвонили, меня разбудили дома. А я знал, что Карпов, они с милицией находятся в Гольцах. Они ждали браконьеров. И поэтому я и позвонил, я говорю, вы там разберитесь уже с милицией. Вот они и поехали. Ну, вот у меня тогда вопрос сразу резонный. То есть разберитесь. Вот он подъехал, он увидел сотрудников полиции, он увидел... Он знает, причем этих ребят, кого он остановил. Он не единожды их видел. Он прекрасно представляет, что это не браконьеры, это те люди, которые борются с браконьерством. И сказал, я вас предупреждал. И он сказал, я вас предупреждал. Нет, он говорит, я вас предупреждал, что если я вас здесь увижу, там вам будет... Я здесь увижу, а если будете ездить еще. Что значит, я вас там предупреждал? То есть почему движение... Я еще раз повторю свой вопрос, который уже задавал, да. Почему неравнодушные люди, которые хотят помочь очистить реку от этой гадости, становятся врагом номер один рыбинспектора? Я могу сейчас высказать свои предположения, но думаю, что они никому не понравятся. Вот и все. Понимаете, я не буду этого делать, потому что это будет прямым обвинением в адрес данного рыбинспектора. Но я не буду этого делать. Допустим, у нас менее 10 минут, может быть, все-таки мы сосредоточимся на том, как все-таки наладить взаимодействие, постараться... Значит, я просто поясняю. Вот этот случай я сейчас обсуждать не хочу. Почему? Потому что 7 мая будет рассмотрение этих материалов. Я хотел и сегодня рассмотреть. Они попросили адвокатов, я перенес на 7. Они ознакомятся. Мы рассмотрим эти материалы. Если я же строю форму, ради бога, пусть нас рассудит суд. Если суд встанет на сторону антибрека, у нас самый гуманный суд в мире. У нас всегда будет судебное решение, и вопросов никаких не будет. Вот мне почему-то сейчас на ум приходит избитая фраза «Инициатива наказуема у нас». Да, нет, ну в прошлом году, ведь точно так же, и же, они с юльянским отделом ездили. Карпов же состоял два протокола по 11.8 за движение на лодок. И в тот же день было задержано два человека с сетями на лодке. Задержаны были. Лично я задерживал. Где материалы-то есть? Запросите в полицию. Почему в полицию? Я их рассматриваю. Ну, значит, они вам как бы должны их предоставить. Значит, они как-то не предоставили их нам в прошлом году, да? Работа полиции. Я вам по юльянскому району... При мне это было. А я вам еще раз говорю, от них приходило за год с Юрии по два, по три протокола, не больше. А вы тут говорите, что они там уголовные дела, они возбуждали только по нашим материалам. Я вам, Игорь Юрьевич, говорю не только про юльянский район, а вообще. А я вообще говорю. Вообще, не только про юльянский район. В прошлом году, для сведения, да, на 104 человека мы отправили в органы милиции материалы. На 103 уголовные дела возбудили в райотделах по нашим материалам, да? На одного отказали. Больше сотни. 91 уголовное дело возбудили на 103 человека. Это вот она, четкая статистика, которую можно проверить по информцентру. А эта цифра примерно одинаковая из года в год? Или бывает больше или меньше существа? Нет, в прошлом году очень много. Там бывало, ну, 50, там... А с чем это было связано? Вы активизировали свою деятельность? Нет. Или народ обнаглел, извините? Нет, смело активизировали свою деятельность органов внутренних дел. Они стали возбуждать по нашим материалам уголовные дела, а не отказывать в обеспечении уголовного дела. И все, у нас взаимодействие пошло. Тем более, панедода охранная прокуратура... Это все понятно. Нет, у меня просто вопрос, который вот он назревает из всего нашего вот этого разговора, да. Еще раз повторю его, я уже, в принципе, задал, а ответа как такового я не услышал. А товарищ Карпов, рыбинспектор замечательный, который задержал, по его мнению, нарушителей правопорядка, да, 25-го числа, то есть, еще раз повторюсь, он прекрасно видел, что на борту находятся сотрудники полиции. Он прекрасно знал, что здесь проходят... Не просто ребята там поехали покататься на лодке, и у них там мешок сетей. Ну, было понятно там кому угодно, что они их не ставят, они их снимают. Он прекрасно знает о движении антибрак. Просто целесообразность составления вот этого протокола в чем была? То есть это... В том, что было нарушение непределенно документов на сети. Документы на сети? Документы на сети какие? Я же пояснил, раз сотрудник полиции либо вызывает следственно-оперативную группу и составляет... И описывает все это дело. По протоколу осмотра, они же, следственно-оперативная группа, которую вызвал Карпов с Октябрьского отдела, они же провели осмотр места происшествия, сети приобщили к протоколу осмотра, все это изъято, вся проводится проверка. Поэтому, чем там не прав Карпов, позвонив дежурному по УВД области, и дежурный по УВД области направляет следственно-оперативную группу с Октябрьского отдела. Ну, еще раз... Секунду, секунду. Если мы начали, давайте не будем передергивать. Посылают сотрудника службы собственной безопасности УВД, и они сейчас до сих пор все это проверяли. Ну, потому что звонок от Карпова был... Запись этого звонка есть. Если сотрудники... Как вы говорите, давайте не будем передергивать. Да. Звонок был таким образом, вот я могу даже дословно практически сказать. Здравствуйте, вот здесь двое полицейских, еще непонятно кто, и у них сети. Две лодки, да. Сделайте что-нибудь. Все. И кладется трубка. Ни пояснений, что это движение антибрака, о том, что люди находятся в рейде, да, там. Вот, пожалуйста, приедьте и разбирайтесь. То есть, вот, звонок был вот таким образом произведен. Понимаете, тут вопрос-то только в том, что, еще раз повторюсь, мы хотим сотрудничать, мы хотим помогать, нам суют палки в колеса. Кто вам палки в колеса не сует, все делается законно. Игорь, как сделать законно? Пять минут, четыре остается. Давайте все-таки поразмыслим о том, ну, вот люди хотят жить на красивой реке, рыбачить, чтобы она была полноводная, многорыбная и так далее. Как незаконно-то? Не представляю. Давайте подумаем, ну, как им дать возможность на вполне законных основаниях бороться с теми, кто нарушает закон? Или, не знаю, может, я сейчас неправильную терминологию использую, там, может ли обычный гражданин бороться, не наделенный никакими полномочиями, но все-таки. Вот предложите путь. Ну, хотят люди помогать-то. Понимаете, мы исполнительные органы, мы исполняем законы и следим за их исполнением. Я их не создаю. Права законодательной инициативы, я еще раз говорю. Вы можете сказать, что закон нужно как-то менять на местном уровне, мы можем это делать? Может быть, то, о чем я говорил, может быть, разрешить нас наделять их правами, как было раньше, да? Жернуть от прежних секторов, а почему бы и нет? Потому что мы завязаны на закон, мы обязаны его соблюдать и следить за его исполнением. Вот даже если мы говорим по закону о федеральной государственной службе, мы никакие пожертвования от них брать не можем. Вот он пришел, давайте, ребята, я вам помогу лодкой и бензином. Это будет взятка считаться? Естественно. Мы можем работать только на том, что нам дают, и следить за тем, что в настоящий момент есть. А если мы лодку с бензином не будем давать, а просто будем давать в лодке в наше место, и сами же будем вас сопровождать, то есть передвигаться по региону. Ну вот как дружинники, например, ходят полицейские патрули и с ними дружинники, они не могут ничего там совершать. У меня просто тогда еще, наверное, в том, что внештатники тоже с инспекторами, никто из инспекторов один на деку ночью не ездит. У меня просто вот такой еще тогда коротенький вопросик, да, мы все понимаем, что вот полицейские могут снимать сети, да, там, составлять протоколы там. Они должны снимать сети, если они не сделали осмотр места происшествия, а в нерест, и что они возбудили уголовное дело. Вот, еще раз повторюсь, то есть они это могут делать, ну там, возбудить уголовное дело и все оставшееся, но в то же время полицейским нельзя передвигаться по воде. Тогда как они это должны сделать? Я сказал, что полицейским нельзя передвигаться. Вы только что сказали, вот на нашем совместный рейдским с вами. Совместный план с рыб охраны. Ну понятно, короче, никак. И вы все, а как передвигаться-то? Ну как. Нет, ну понимаете, вот вы даже опять же, вернемся к 25 числу. Там много уголовных дел вы возбудили 25 числа, если сказали, что там 3 километра сетей изъяли? Уголовных дел, это вопрос уже не к нам. Наша совесть чиста, мы сняли сети. Подождите, подождите. Вот и все. Нет, подождите. Вопрос к полицейским. Нет, да тогда полицейские законные действующие? Конечно. Они судебствуют согласно плану наряда, который у них есть. План наряда это не закон. Есть закон полиции, какие действия они должны совершать. Поэтому мы просто, вот я опять же говорю, мы обсуждаем просто, как бы... То есть это ничего. Выхода получается нет. Выхода нет, антибрака у нас нет. Нас плюс судим в сети у нас стоят. Это не нерестовый период, не нерестовый. Это то же самое было бы... Катайтесь. А, кататься можно. Конечно. После 10 июня. А сети как стояли, так и будут стоять. И звонки, к сожалению, рыбинспекторам поступают от как раз вот этих вот нечестных людей, которые говорят, ай-яй-яй, к нам тут сюда приехали. Но вот это так в нашей стране, к сожалению, происходит. А что вам мешает? В Нерест надо обязательно выехать снимать сети, а когда Нерест-то нет, вы сети снимать не можете? А потому что в Нерест основная рыба заходит в заливы, и, к сожалению, их там выбивают очень много. Ну, не мне вам объясняют. После 10 июня сети на самом деле снимаются. После 10 июня сети снимаются и ставятся в другие места. И браконьеры снимаются, и там уже немножко другие орудия лова в дело включаются. Но весной основной ущерб рыбе приносится именно весной. В этом году еще и разливчик такой, так себе, поэтому мы имеем все шансы не получить большого потомства. Мы говорили про другие регионы, что движение антибрак. Я их статистики не знаю. Может быть, там с помощью антибрака действительно задерживают до тысячи браконьеров в год, которых привлекают либо к уголовной, либо к административной ответственности. Но здесь вот за столько лет, кроме жалоб от граждан о том, что на лодках в небе сгоняют все, кому не лень, и рыбоохрана мер не принимает, вот это да, это каждый год. И к нам, и в природоохранную прокуратуру. А природоохранный прокурор, естественно, предъявляет свои претензии ко мне. Почему мы не задерживаемся? К сожалению, больше времени не остается, но все-таки я хотел бы попросить как-то Игоря Юрьевича, Сергей Василий, может быть, встретиться специалистами на такой, еще на закрытой площадке, обсудить возможности взаимодействия. Ну, Игорь Юрьевич, ну возьмите хороших людей с собой, рассмотрите возможность. Я вам еще раз говорю. Мы с тобой берем хороших людей, которые сидят по 10 часов и караулят браконьера, да? Ведь они, если они выехали в рейд, как мой инспектор, я понимаю, вот они сети, вот у них 6 лодок, один с рации там спрятался на том берегу, другой на этом, и все сидят ждут, когда браконьер придет снимать сети. И быстренько его накрыли, да? А когда люди просто катаются, и шум стоит, говорю, до самого Котельнича, и все браконьеры разбежались, до какой смысла? Катаются с одной простой причиной снять сети, ликвидировать сети. Понимаете, регионы? Если машина осталась в этом месте, то это сразу же все узнают. Поэтому просто сделали заход в другом месте, вот и все. Это все логично. Завершаем эту программу. Прошу прощения, время просто. Должны быть документы, и мой инспектор тоже никогда в лодке не имеет запрещенное орудие лова, если на него нет документа, протокола, протокола изъятия, еще чего-то. Времени, к сожалению, больше нет, Игорь Юрьевич. Ничего. Думаю, что вернемся еще неоднократно к этой теме. Конечно, я что-то так думаю. Очень больная тема, конечно. Спасибо большое, Василий Мамонов, Игорь Юлупашев, Сергей Давыдов. На этом программа «Трофей и рыбалка» завершена. К сожалению, мы предполагали, что в связи с такой горячей темой сегодня не будем разыгрывать приз. Но в следующий раз, да, в следующий раз уже 9 мая, кстати, да, 9 мая мы разыграем 30 литров бензина от нашего генерального партнера, компании «Движение нефтепродукт». На этом все, до свидания. Всего доброго. Генеральный партнер программы – компания «Движение нефтепродукт». Трофей «Рыбалка» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова